Привет-привет. Современные автомобили вместо карбюлятора оснащены системами прыска топлива с электронным управлением. Основной частью такой системы являются топливные инжекторы. Иногда они загрязняются, забиваются или полностью выходят из строя и требуют замены. Самый лучший способ определить неисправность и следить за форсунками это диагностический сканер, незаменимая вещь, купить которого можно очень тешево и ссылку оставлю ниже под видео в описании. Если при сканировании в диагностике часто выдаются ошибки, например, P303, тогда с большой вероятностью причина третья форсунка. Если хотим удостовериться в этом, стираем все ошибки и меняем местами третью и, например, четвертую форсунку. Если после этого ваш диагностический сканер уже начнет выдавать ошибку не в третьем, а в четвертом цилиндре, тогда 100% причина форсунки. А если нет, тогда причину ищем в катушке, в свече или еще в другом. Недавно на моем машине заменил форсунки. Часто появлялись ошибки пропуски в цилиндрах. Это означало, что первая, третья, четвертая форсунка работала неисправно. А третья форсунка иногда вообще заклинивала и начинала выливать топливо. Белитым и исключителя. Об этом есть у меня в видео и кому интересно, ссылку оставлю ниже в описании. Если один или несколько топливных инжекторов выйдет из строя, двигатель вашего автомобиля не сможет нормально функционировать. Неисправный топливный инжектор либо предотвратит распиление топлива в двигателе, либо нарушится интервали, с которым топливо должен распиляться. В таком случае промывают, чистят форсунки и это отдельная тема. Но есть некоторые типы инжекторов, которые вообще не подлежат к чистке и обязательно их нужно менять. На Алиэкспрессе также можно приобрести специальные, дешевые и более дорогие инструменты, с помощью которых вы легко сможете продиагностировать и промыть форсунки. Ссылки оставлю ниже в описании видео. Итак, основные симптомы и признаки неисправности форсунок инжектора. Первое. Неровный холостой ход или двигатель глохнет. Вибрации двигателя Пропуски зажигания двигателя Согревается индикатор Проверить двигатель Чек Утечка топлива Запах топлива Заброс оборотов двигателя Большой расход топлива Плохие результаты проверки состава отработавших газов Основные причины неисправности топливных форсунок Первое. Это нагар на форсунках Топливные добавки, которые не распиляются в пускной коллектор, могут оставаться как осадок на топливных форсунках Второе. Это забитые топливные форсунки Забитая форсунка не может нормально подаваться в топливопускной коллектор Третье. Топливная форсунка не открывается Клапан топливной форсунки может не открываться в результате неисправных обмоток или из-за коррозии самой форсунки Обмотки могут перегреться или сломаться, а шапчина может привести к прилипанию клапана В любом из этих случаев клапан не открывается и форсунка не может доставить топливо через его соплю Четвертое. Топливная форсунка не закрывается Клапан топливной форсункой также не может быть закрыт из-за неисправной пружины, накопления ржавчины или топливных присадок Если клапан не может правильно закрываться, топливная форсунка начнет протекать Пятое. Форсунка течет Сейчас хочу попрощаться и если информация была для вас полезной, пожалуйста, подпишитесь на канал и вставьте лайк под видео Спасибо всем за внимание Продолжение следует...